В Баку проходит 19-е заседание Комитета глав правоарханительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. Делегаты обсуждают вопросы сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, правонарушениями в интернете. О том, какие еще темы рассматриваются на заседании, расскажет корреспондент CBC Медина Гурбанова. Здравствуйте, Медина. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Сегодня в Баку проходит 19-е заседание Комитета глав правоарханительных подразделений Совета руководителей таможенных служб стран СНГ. На повестке дня стоят вопросы по правоарханительной деятельности стран региона и по дальнейшему сотрудничеству между странами. Подробнее тему мы обсудим с Губайдулиным Олегом, замруководителем Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Здравствуйте. Что вы можете сказать о повестке дня сегодняшнего заседания? Одними из основных вопросов сегодняшней повестки дня, это, конечно, борьба с экономическими таможенными преступлениями, правонарушениями в таможенной сфере. Потому что именно это направление, как правило, наносит наибольший ущерб экономической безопасности наших государств. Какие основные достижения были достигнуты в результате таких заседаний? Оно уже 19-е. Что можете сказать? Ну, я бы сказал, наверное, не о достижениях в ходе проведения наших заседаний, а о конкретной работе, которая была проделана именно благодаря тем решениям, которые принимались в ходе наших заседаний. Это, если говорить о совместной работе, по итогам 2018-2019 года у нас было возбуждено порядка 135 уголовных дел по различным составам, более 3,5 тысяч дел об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъято большое количество различных товаров, вот если говорить о финансовых средствах, это где-то в эквиваленте почти 4,5 миллиона долларов США, более 145 миллионов сигарет культурных ценностей, объектов СИТЭС более 600 единиц, более 55 тысяч единиц контрафактной продукции. То есть у нас достаточно хорошая база, благодаря тем решениям, которые мы принимали, и достаточно хорошие перспективы, на мой взгляд. Спасибо вам большое. Студия? Спасибо. Напоминаю, на связи со студией была моя коллега Медина Гурбанова, отслеживающая заседания Комитета Совета руководителей таможенных служб стран СНГ.